Соду мы будем вводить по чуть-чуть, частями, вот так. Смешиваем. Пока мы с вами готовили кондиционер для белья в домашних условиях, у меня в духовке пекся хлеб, домашний хлеб. Здравствуйте, зрители канала УТатьяны. В сегодняшнем видео будем готовить кондиционер для белья в домашних условиях. Оказывается, это делается очень просто. А главное, все ингредиенты, которые входят в этот рецепт, доступны и есть у каждой хозяйки дома. Мы знаем, что кондиционер помогает нашему белью быть мягким, приятным, как кошечка. Наше белье становится очень мягким и приятным на ощупь. Все это благодаря кондиционеру. Конечно же, в магазинах можно купить любой кондиционер за любые деньги. Но я вас попрошу посмотреть в состав этого кондиционера. Оказывается, там так много химии, которая так пагубно влияет на наш организм, а главное на организм ваших детей, что нужно задуматься. И можно приготовить дома вот такой простой и очень доступный кондиционер. А главное, что его так можно быстро приготовить практически перед каждой стиркой. Можно впрок приготовить на несколько стирок, а можно и на одну. Существует 2-3 рецептика, как можно в домашних условиях приготовить кондиционер для белья. Один из которых мы сегодня будем готовить. Оказывается, это так легко, что после этого видео вы, конечно же, пойдете и приготовите такой кондиционер у себя дома. Итак, для этого кондиционера нам понадобится... Первое, что нам понадобится, это вода. Вода должна быть кипяченая, горячая. 400 грамм кипяченой горячей воды. 200 грамм 9% столового белого уксуса. И 100 грамм пищевой соды. И, конечно же, эфирные масла. Эфирные масла могут быть разные. Сегодня я взяла пихтовое эфирное масло 100%. Оно мне нравится по запаху. Если у вас есть дома апельсиновое или лимонное масло, любое, вы можете использовать тот запах, который вам понравится. И нам нужна будет посуда побольше. Бортики этой посуды должны быть высокими, потому что будет происходить бурная реакция соды и уксуса. Мы все об этом знаем, поэтому берем высокую посуду. Начинаем. Заливаем воду. Теперь заливаем уксус. И осталась у нас сода. Соду мы будем вводить по чуть-чуть. Частями. Вот так. Смешиваем. До полного растворения соды. Нам нужно, чтобы сода растворилась, чтобы прошла реакция. Главное, что этот кондиционер для белья очень полезен для организма ваших детей, вашей семьи. Он гипоаллергенен. Так что никакого вреда он вам и вашей семье не принесет. Соединяем. И высыпаем всю оставшуюся соду. Все время помешивая. Должна полностью пройти реакция. В чем сохранять кондиционер для белья? Можно в любой бутылке, которая вам нравится. Вот этого, например, нашего кондиционера хватит мне на, например, на 3-4 стирки. Полстакана вот такого кондиционера вы добавляете в отсек машины. Сода растворилась. Посмотрите. Практически полностью. Вот у меня есть эфирное масло. Сколько добавлять? По желанию я добавлю капель 7-8. Этого будет достаточно. И все смешаю. Буду сохранять наш кондиционер в любой бутылке с крышечкой. И использовать при каждой стирке. Пока мы с вами готовили кондиционер для белья в домашних условиях, у меня в духовке пекся хлеб, домашний хлеб. Аромат неимоверный. К чему я веду? Да к тому, что все, что вы сделали своими руками и делаете, это намного лучше, полезнее для вас и для вашей семьи. Если вам интересен рецептик такого хлеба, вы можете зайти на мой канал. И у меня есть видео, как испечь хлеб в домашних условиях. Итак, кондиционер для белья в домашних условиях готов. Приготовление у нас заняло по времени 3-4 минуты. Получилось. Конечно же не так красиво, как магазинное, но самое главное, что это дешево, что это гипоаллергенно. И я подсчитала в денежном эквиваленте, такой кондиционер в 4 раза дешевле, нежели магазинный. И он для нашего здоровья полезен. Никаких аллергий не будет. Так что вам выбирать. Я сделала видео для того, чтобы вы поняли, насколько быстро и легко готовится этот кондиционер в домашних условиях. Готовьте, экспериментируйте. У вас всегда все получится. Оставайтесь со мной и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok